привет у нас снова разруха я тут советовалась с никитой записывать такой ролик не записывать не знаю куда направить вот так хоть что направлю на себя пока не буду я вся в пыли грязи в общем у нас снова перемены в рабочей жизни ну кто знает вот нашу семью они знают что у нас рядом скинешь мы в наволоках было как бы две торговые точки на одной из торговых точек у нас не срослось с новыми хозяевами помещения и мы в срочном порядке как бы съехали в подвальное помещение я его показывала вот мы пытались там работать в общем то ли у нас толку не хватает то ли уже ситуация такая действительно пошла в розничной торговли что ну мелким просто очень сложно выживать кто выживает тот счастливчик в общем мы приняли решение что мы оставляем только один магазинчик для тех кто вот к нам ходит это на энгельса у нас будет одна торговая . и в общем магазинчик здесь очень маленький и нам нужно из двух магазинов сделать один нам нужно это все разместить здесь почему сейчас часть старых витрин уносим на выброс часть витрин с того магазина в общем пока все шурум-бурум вот и что хочу сказать вот сейчас я собираю вот товар мы отказываемся от торговли вот этой группой товара вот всякие чистящие моющие шампуни мы уже собрали вот я сейчас кремы собираю всякие для лица я не скажу что у нас плохие реализации были нет реализации были нормальные но как только вот оккупировались у нас все территории магнитами и пятерочками плюс еще вот адмирал пришел на территорию кинишма и у них появились секционные товары нам конечно с ними не тягаться у нас покупают но нам высказывают что у нас очень дорого там разница в 2 рубля в 3 рубля это уже очень дорого оказывается для покупателей ну не то что оказывается да действительно я тоже считаю деньги это же если например что-то стоит где-то подешевле то там покупаю но соответственно надо конечно еще и думать если разница уж очень большая чуть ли не в два раза то думаем сергей витальевич я болтовню записываю на камеру вот продолжаю болтать в общем отказываемся мы от торговли вот этой группой товара потому что если честно вот эти все магниты и пятерки они нас поставили на такую точку недоходности скажем так то есть у нас реализация идет вал идет дохода мы с этого не имеем нам нужно кормить детей мы сами тоже не святым духом питаемся не хочется одеваться в торье хочется жить нормально и просто так заниматься перевалкой товара в общем мы решили от этого отказаться будем думать что мы будем делать дальше когда здесь все полстаканится я запишу покажу сниму это все вот не знаю что у нас получится в общем вот такая ситуация у нас я не думаю что мы одни у кого такое сейчас происходит это наверное у всех у мелких в общем товар у нас здесь вот тоже вот эта группа товара это уже практически подполье будет с апреля то есть это все на выброс это не маркированная туалетная вода до марта мы имеем право ее продать по остаткам потому что произведена она была до 1 декабря 2019 года вот что будет потом разрешат ли нам до конца года продавать я еще не читала не смотрела но до апреля пока можно продавать а то что произведено после 1 декабря мы уже принимать в продажу не можем потому что мы не подготовлены у нас нет оборудования мы не зарегистрированы в честном знаке и все такое прочее тому подобное в общем мы пока не готовы к таким большим тратам брать кредит на это я тоже не хочу потому что я не готова сейчас рисковать взяв кредит на непонятно что я смотрю мне как бы мониторе ситуацию по другим предпринимателям никто не торопится ничего делать в общем болото везде ладно не буду всегда держать кому интересно следите за ситуацией мы будем выкладывать у нас есть плейлист наши доходы расходы вот такие ролики мы туда выкладываем всем пока